Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Жанна Фетисова. Очень рада вас всех видеть. Итак, сегодня мы поговорим снова о белорусской косметике, потому что я наконец-то нашла шикарный магазин онлайн. Частично косметику я приобретала в каких-то киосках, небольших магазинчиков. Онлайн-магазин океандра.ру, не сказала вам название. Самое главное, то, чем хотела в общем в этом видео с вами поделиться, потому что знаю, что любителей косметики белорусской очень много, ну и ухода, и декоративной косметики. Кстати, сегодня поговорим именно о декоративной. Чем мне этот магазин понравился? Тем, что там есть миллионы вариантов доставки. Те, кто много заказывает вещей онлайн, знают, как это неудобно ждать курьера полдня. Как человеку, который довольно много старается успеть в один день сделать, мне очень подходит вариант доставки в конкретный их магазин. Если онлайн заказываешь, то есть еще отдельная скидка на товары онлайн, те же самые, что есть в магазине. Очень выгодные цены. Почему сразу вам не рассказала про этот магазин, хотя ссылочку вам уже давала в прошлом видео, потому что я решила проверить их сервис дважды. И это было два заказа уже, прошлый ролик был об уходовой косметике. Средства тоже были заказаны из этого магазина океандра. Мне, получается, присылают эти средства в один из офисов, ближний к моему месту проживания. Дальше я уже в удобный для меня день гуляю по магазинам, забираю свой заказ. Рада, я нашла свое место, где я могу покупать бюджетную белорусскую косметику, которая мне очень-очень нравится. Хочется попробовать все, значит, витекс. Кстати, меня поправили, и правильно оказывается название, то есть производитель называет себя витекс, не витекс, а именно витекс. Это биби-крем для лица с тонирующим эффектом. Это универсальный тон, он должен подстраиваться под цвет лица. Увлажнение для всех типов кожи. У меня кожа смешанная, поэтому я стараюсь приобретать все-таки увлажняющие такие средства, которые бы не сушили мою вот нервную область вокруг глаз, где-то вот тут вот, да, щеки. Я как раз занимаюсь озвучиванием фильмов, и очень часто нахожусь в таких душных, некондиционируемых, в общем-то, помещениях. Ну, там просто звуков не должно быть лишних, поэтому кондиционеров там нет, как вы понимаете, все обито материалом, духота жуткая. Вот, и поэтому, конечно, мне иногда сушат кожу. Вот такие вот средства я очень-очень люблю. Давайте попробуем. Сейчас он, кажется, для меня немножко темноват, но давайте посмотрим, как он подстраивается. Очень хорошо разносится. Вот, друзья, прям вот я совершенно его сейчас даже и не вижу на лице. Просто прям как увлажняющий крем ложится, при этом идеальный какой-то тон такой дает, прям приятный. Действительно подстраивается. Вместо зеркала использую палетку от Герлен, совершенно бесполезная, не пользуюсь, да. Вот видите, как бывает косметика довольно бюджетная, и ей больше даже хочется пользоваться, чем люксовой. Если у вас есть какая-то краснота или синяки большие под глазами, его можно наслаивать. Кстати, давайте попробуем. У меня, в принципе, таких больших синяков нет, но чуть-чуть есть какая-то темнота под глазами. Посмотрим эффект, может ли он наслаиваться, не скатывается ли он. Отлично, ребята, вообще просто гениально. Вообще, белорусы, ну вы даете, вы меня просто поражаете. Ну, у меня даже с Dolce & Gabbana не получается такого эффекта естественного. Приятное такое ощущение увлажнения на лице. Замечательный результат, да, тонкий с первого покрытия кисточкой, вообще замечательный. У меня еще есть белита основа под макияж. Сейчас она мне была не нужна, просто потому, что у меня было уже довольно сильно увлажненное лицо. Однако, в следующем своем ролике я обязательно эту силиконовую базу протестирую. Покажу ее, как она работает и расскажу, как она держится на лице и не скатывается ли на ней крем. Пока я об этой базе слышала только очень много хорошего. Кстати, напишите, пользовались вы или нет, премиум называется. Это легкая бесцветная силиконовая текстура. Уравнивает поверхность кожи. Следующее средство – это Брау Стиллер 3 в 1 гель-корректор для бровей от Luxe Visage. Вот такой оттеночек у меня самый светлый, тон 1. Давайте попробуем. Брови у меня сейчас окрашены краской. В своем последнем ролике я показывала вам, какой краской я крашу свои брови. Вот такая кисточка малышка, массюсенькая кисточка. У меня есть такой же гель, но прозрачный. Тоже у них заказывала, тоже в океанде. На эту кисточку очень много сразу берется продукты, так чтобы не наляпать себе на брови огромные пятна. Вот так, не стесняйтесь, прям снимайте побольше. Давайте посмотрим, какой он цвет дает. Он довольно-таки темный цвет дает, хотя выглядит очень и очень светлым. Так, ну вот смотрите, просто лишняя салфеточка вообще убрала, вообще проблем никаких. Он прекрасно снимается. Если вдруг вы что-то ляпнули, чуть-чуть нет, да, он, видите, дает, несмотря на такой вот светлый, да, тон, довольно темное покрытие. Вот, смотрите. Поэтому я, наверное, буду им пользоваться. Это будет выход из ситуации, когда мне уже нужно красить брови, когда они опять стали такие, знаете, светленькие совсем. В общем, люкс-визаж молодцы. Океандре, спасибо. Брови мы оформили. Теперь давайте покажу, какие тени я заказала у них. Заказала маленькую палеточку Glam Look. Это тоже люкс-визаж. Это пятый тон. В принципе, здесь такие очень носибельные цвета. Оливковый какой-то есть и такой бежевый. Все оливковые цвета, в принципе, подходят для нанесения в межбровное пространство. Показывала вам, как я использую тени для глаз, соответственно, на брови. Нейтральные такие красивые очень оттенки, они подходят, естественно, и для Smoky Eyes, и для обычного дневного макияжа. Релуи заказала два вот таких вот оттеночка. Значит, вот это тон 12 и это тон 11. Полуматовые, они все немножечко сатиновые. Легко стираются средством для макияжа обычным. Тон 11, называется он Ivory, кстати. Буду наносить на всю поверхность подвижного века и чуть-чуть под бровь, как основной тон. Они довольно сильно пылят, то есть они не спрессованные. Хотя то же самое я могу сказать и о многих люксовых. Тоже плохо спрессованные, так что это еще не показатель их качества. Смотрите, как идеально выравнивает, ну, довольно такую светлую, да, среднюю в желтоватый оттенок кожу. Эти тени помогут держаться всем остальным довольно долго. Ну, в общем, в конце дня и проверим. Несмотря на то, что пылит, пока мне тени очень нравятся. Такие мягкие, хорошо наносятся. Теперь я буду использовать из палеточки Глам Лук вот этот оттенок более оливковый в складочку века прорисовывать. Так, и Люкс Визаж тени тоже немножко сыпучие такие. Внизу чуть-чуть пройдусь остатками на кисточке. Ну, вот такая вот оливковая немножко дымка получается вокруг глаз. Смягчим цвет складки, добавим тон 12-й от Релуи. Вот этот же более мягкий такой оттенок, да, я кладу, как вы видите, под глаз чуть-чуть. Срединяя верхнюю и нижнюю линию. Видите, получается такой очень мягкий смоки айс. Чтобы выровнять вот эту линию, я буду использовать тот же самый биби-крем. Просто нанесу его чуть-чуть в уголок. Буквально каплю. Кисточкой либо вы можете просто пальчиком его распределить, вот по нужной вам линии, и затем просто прихлопнуть. Хорошенько сейчас все растушуем. Вижу, что тени такие очень устойчивые, местами вот они все-таки пятнышки ставят. Это вот именно оливковые тени от Люкс Визаж не очень хорошо, честно говоря, растушевываются. Не идеально, я бы так сказала. Релуи мне даже как-то больше понравились. Эти вот оливковые, хотя у меня на них была очень большая надежда, думаю, что все-таки лучше их использовать для бровей. Однако Релуи тушуются идеально, очень быстро. Эти все-таки такие чуть-чуть маслянистые. Я думаю, что их нужно на какую-то такую более плотную подложку класть, чтобы они хорошо тушевались. Теперь кладем вот эти светлые от Люкс Визаж в уголочек глаза сюда и под бровь. Добавляют некой гармонии макияжа и более ровного перехода из цвета в цвет. И, наверное, самый темный, вот этот вот, буквально чуть-чуть вот сюда в уголочек глаза. Он такой очень красивый шоколадный. Давайте посмотрим, как он выглядит в итоге. Видите, он очень сильно пигментирован. Да, видите, он дает такой очень красивый шоколадный оттенок. Этот же светлый цвет буду добавлять от внутреннего уголка до середины нежного века. Теперь я буду использовать вот такую вот подводку Stream Black от Релуи. Мне очень понравилось то, что в подводке от Релуи вот такой вот длинный носик. Она рисует прямо тоненькие-тоненькие линии. Это очень здорово. Делаем стрелку. Сейчас мы посмотрим, как она ведет себя на тенях, потому что не все, как я вам уже говорила, да, подводки рисуют на тенях. У них очень быстро забивается вот этот носик. Нормально рисует. Внутренний край тоже ресничный. Чуть-чуть вот так вот прорисовываю, чтобы не делать слишком большую толстую стрелку сверху. Это дает объем ресничкам. Такая длинная кисточка, даже не знаю, как сказать, вот этот спонжик, да, носик, что ей очень удобно подводить вот прям межресничное пространство. То есть я даже не чувствую ее, хотя у меня глаза довольно чувствительные. Сейчас вообще, видите, у меня даже не слезятся глаза. Так, солнышко то выходит, то уходит. В общем, простите, если будут какие-то тени. Сразу такую завершенность имеет макияж, да, без стрелки и со стрелкой. Итак, стрелки готовы. Лайнер мне очень понравился. Однако он довольно быстро засыхает. И дорисовывать уже по существующему слою сложнее. Поэтому советую вам быстро рисовать стрелки, потому что он такой стойкий. Если стрелочки у вас получаются не идеально ровные, то что вас спасет? Тушь. Конечно же тушь. Если тушь дает отличный объем и длину, то никаких изъянов макияжа уже не видно. Сейчас я буду использовать тушь от Luxe Meshage Push-Up Effect Perfect Color. Вот такая вот тушь, ярко-красная, красивая такая очень. Кисточка у нее очень узкая, маленькая, силиконовая. Вообще вся косметика не имеет никакого аромата. Тушь, естественно, чуть-чуть имеет какой-то аромат алкоголя. Но, в общем, он там и должен быть. Очень мягкая такая вот кисточка. С одной стороны она более пушистая, с другой стороны менее пушистая. Бывает так, что туши не сразу работают на ресницах, потому что они, например, очень жидкие. И только очень хорошего качества тушь сразу же моментально начинает давать тот эффект, который обещает производитель. Давайте посмотрим. Взяла совсем чуть-чуть продукта. Прочесываю просто реснички пушистой стороной кисточки. Ресницы не склеиваются, вот как вы видите, да? Сейчас попробуем нанести второй слой. Первым слоем я совсем буквально вот так чуть-чуть коснусь ресничек. И второй слой я уже возьму побольше продукта, не буду его снимать с кисточки. Это один слой. И это два слоя. То есть, да, она дает объем. Видите? И я сразу начинаю видеть свои ресницы. Даже так нельзя смеяться. Сейчас моргну, и у меня все это останется на верхнем веке. Потому что они касаются у меня верхнего века. Так, буду сейчас смотреть вниз и красить второй глаз. Вот такие вот реснички получаются с этой тушью. По-моему, здорово. Мне нравятся. Для вечернего макияжа, как вы видите, вообще отлично. Тут такая девочка симпатичная нарисована на упаковке. Румяно-компактный люкс-визаж. Тон 16. В первом моем заказе они были. Это уже от магазина Океандра. Очень красивый такой вот персиковый легкий оттенок. С таким небольшим сатиновым отливом. И он такой очень-очень естественный. Его нужно совсем чуть-чуть. Тоже пылят они, как вы видите, да. Лишнее снимаю. Чтобы просто не наставить лишних пятен, использую такую мягкую кисточку, которая как бы слегка зашлифовывает. И они дают, вот вы видите, такой сатиновый отлив очень приятный. Поскольку макияж глаз довольно интенсивный, поэтому берем вот такой вот нюдово-нюдовый оттенок. Это 303-й Глам Лук серия от Люкс Визаж. Помады мне эти очень нравятся. Она дает такую свежесть лицу. Но, если у вас есть какие-то недостатки на губах, то есть, если у вас какие-то сухие очень сильно губы, она, конечно, такая мягкая, но она все-таки немножко матовая. И ухоженных губах будет смотреться не очень. Так, я думаю, можно чуть-чуть добавить румян. В конце профессиональные визажисты и гримюры часто очень добавляют оттенок румян в цвет теней, чтобы более гармонично смотрелся макияж. Я тоже так же делаю. И на косточку. Ну что же, вот такой макияж у нас с вами сегодня получился с помощью прекрасных белорусских средств декоративной косметики. Мне лично понравились практически все средства. За исключением, может быть, вот этого оливкового оттенка, который не идеально тушевался, но за такую цену, я думаю, мы можем ему это простить. Но обязательно загляните в этот магазин, о котором сегодня вам говорила Океандра. Найдете вы там не только белорусскую косметику, еще море-море всего. Плюс такая удобная доставка. Для меня абсолютное открытие. На этом всего. Будем прощаться. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!